МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кадровые вопросы откладываются до следующего года. Ни назначения нового главы Нацбанка, ни ротации в Центр-Избиркоме в радио не обсуждались. Хотя сегодня этих вопросов ждали. Тем не менее, без спору трибуны не обошлось, о чем громко говорили и что тихо принимали далее в материале. Главы Нацбанка, визиты отставку которой анонсировали всю неделю в парламенте сегодня нет. Как и ее отчета. Не рассматривается и назначение нового руководителя НБУ, а также прочие кадровые вопросы. Я вам хочу сказать свою особистую думку. Треба терминово принимать решения и по главе Нацбанка, треба формовать новой Центральной выборной комиссии. Насколько мне известно, в дальнейшем время мают появиться эти кандидатуры. Фракция Самопомощь не может поддерживать кандидатуру на посаду главы Нацбанка, которую мы не рассматривали на фракции, которая официально на сегодняшний день в парламент не внесена президентом. И эта людина, ни из этих людей, ни из этих людей, которые обговорюются, это че пан Смолій, че пан Лавренчук, они не были у нас на фракции. Кадровые призначения, которые сегодня планировались провести, они не провели, потому что нет сгоди в середине заложки управления коалицией. Наша позиция, что пані Гонтарова должна быть отставлена с посади, но кандидатура нового керевника НБУ должна быть понимать общество, потому что поддерживать национальную валюту в сегодняшнем языке может только профессионально подготовленная людина, а не просто своя. Мы, конечно, не будем поддерживать кандидатуру, внесенную керевництвом державы. Но и без кадровых вопросов спокойным Радовский день не назовешь. Шуму наделал законопроект об установлении счетчиков газа. Споры вызвало даже не суть документа, а очередность рассмотрения. И сейчас я вернусь до залу с великим проханием. Заспокойтесь. В тот час, когда мы должны идти по регламенту, по порядку денному установленному, несколько депутатов, снова таки, от двух фракций заблоковали трибуну и влаштували настоящий хай с вымогой поставить на голосование без обговорения. Но самопомощь и Батьковщина от трибуны не отступали. Отступить пришлось от намеченной повестки дня и перейти к газовым вопросам. Нардепы предлагали срочно изменить нормы действующего закона об установке счетчиков, дабы избежать коллапса. 1 сентября, в соответствии с законом, газовые компании прийдут и просто отключат газ, вымогу от людей, чтобы стоял домашний лечебник газа, и чтобы люди забыли про квартирные лечебники, которые дают людям справедливость в споживании. Новый документ обязывает поставщиков газа устанавливать счетчики в квартирах, а не в домах. Стоимость каждого порядка 2000 гривен. Установить нужно около 3 миллионов приборов. Сейчас бы такой объем компании не потянули и включили расходы бы в тариф. Депутаты предложили растянуть остановку во времени на 4 года до 2021. Все газовые компании встанавливают самостоятельно и с собственной инвестиции встанавливают загальнобудинковые лечебники, и это приводит до непомерного увеличения вартости оплаты за газ громадянами, которые живут в домах, которые обладнаны лишь газовыми плитами. Безусловно, лечебники должны встанавливаться индивидуально на каждую квартиру, чтобы человек платил столько, сколько он живет. Но какую цену сегодня украинцы платят за газ? Когда соби вартость властного украинского газа максимум 2,5-3 тысячи гривен, а мы платим по 7,2 тысячи. Не менее важное вопрос – это вартость коммуналки. Когда 90% своего дохода, украинская семья должна платить за коммунальные услуги. И если мы решим проблему лечебников, не решивши проблему снижения тарифов, это обманювать людей. Этот закон обороняет им в одностороннем порядке встанавливать загальнобудинковые лечебники, только индивидуальные для каждого абонента. Вот это будет означать и качество, и уменьшение споживания, и уменьшение витрат каждого человека, и защищение. Этот закон обороняет, что если хотя бы одна квартира отказывается на загальнобудинковый лечебник, он не встанавливается. Это касается десятков миллионов украинцев, и это очень важное социальное вопрос. И очень важным для нас есть то, чтобы в этом законе были врахованы поправки, что люди не платят за встановление этих лечебников. За эти лечебники должны платить газовики, и эти лечебники должны быть в тарифе. Давайте хоть сейчас объединяемся и поддержимаем людей, проголосуем за квартирные лечебники, за газ. Идиллия на табло 325 народных избранников поддержали документы. А еще сегодня смогли наконец отозвать депутатский законопроект об антикоррупционном суде. Несколько недель им это не удавалось. Голосов не хватало, сегодня хватило. Мы открыли дорогу для поддания президентского законопроекта, и наконец я уверен, что антикоррупционный суд будет создан в Украине. Это даст помощь нашим новостворенным органам по борьбе с коррупцией работать более эффективно. И наконец мы увидим коррупционеров за гради. С 16 числа будем рассматривать первое читание законопроекта, предлагаемый президентом. Теперь очень важно, что мы будем делать в 2018 году. Найголовное, нужно изменять бюджет, увеличивать социальные стандарты, увеличивать финансирование галузей экономики, увеличивать децентрализацию, финансирование регионов, увеличивать финансирование обучения и науки. Это самое главное. Другое, нужно отменить тарифы, те, которые приняты на сегодня. Люди не могут их платить. Третье, увеличивать субсидии для тех, кто не может сплачивать тарифы. И четвертое, мы должны делать все, чтобы у нас в стране была изменена в нынешнем вигляде так звана медичная реформа, потому что это будет величезный стресс для людей, когда они с 1 сечня будут платить деньги за те послухи, за которые, ну, платить их просто неможливо. Наступное, что тоже важно в наступном году сделать, это сделать все кроки, которые можно сделать для того, чтобы установить мир. И тут мы снова возвращаемся к закону про реинтеграцию, про пакету законов от оппозиционного блока, про забезпечения прав преселенцев. Все это должно быть принято. Все непринятые законы перекочуют в Новый год. В этом Рада себя исчерпала. И завтра формальные рабочие деньги. Чтобы депутаты меньше ссорились, сегодня дети из Скаутской организации принесли им Вифлеемский огонь, как символ мира. Объяснить, почему проводились обыски по делу о конфискованных миллиардах Януковича требуют от НАБУ народные депутаты. Глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, руководство бюро должно в ближайшее время аргументировать свои действия. Как известно, детективы провели обыски в госслужбе финансового мониторинга. Якобы адвокаты Беглого Януковича пожаловались в НАБУ на незаконное списание полутора миллиардов долларов в госбюджет. Герасимов уточнил, конфискованные деньги пошли на нужды армии, сельской медицины, строительства дорог и жилья военным. Впрочем, в госфинмониторинге информацию об обысках опровергли, а в НАБУ заявили. На этой неделе ни в среду, ни в четверг детективов агентства в здании госслужбы финмониторинга не было. Информация об обысках неправдивая. Высокий суд Лондона по иску Приватбанка заморозил активы Игоря Коломойского и его компаньона Геннадия Боголюбова по всему миру. Об этом стало известно вчера, поздно вечером банк обвинил бывших владельцев в незаконном выводе 2 миллиардов долларов. Сам же бизнесмен подал уже десятки исков против Назбанка и Приватбанка на общую сумму 8 миллиардов гривен и заявил, что вчерашний арест временный, пока дело находится на рассмотрении суда. Сегодня стало известно еще об одном решении высокого суда Англии и Уэльса. Речь идет о заморозке активов украинско-российского бизнесмена Константина Григоришина. Активы миллиардера арестовали на время разбирательств по делу на более чем 300 миллионов долларов вокруг крупного машиностроительного предприятия. Опасные игры с безвизом украинские власти своим давлением на НАБУ сознательно поставили под угрозу безвизовый режим СИЭС. Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон. По словам дипломата, Брюсселе были шокированы нападками на антикоррупционные структуры и даже обсуждали прекращение безвиза. Дюмон настаивает, Украине крайне важно создать антикоррупционный суд. Также, по словам посла, Европу тревожит информация о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получать паспорт Украины. Совет ЕС продлил санкции против России. Об этом лидеры стран договорились еще 14 декабря на саммите Евросоюза в Брюсселе. Все 28 представителей ЕС проголосовали за. Глава Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что впервые во время обсуждения не было споров. Напомню, санкции ввели в 2014-м из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. С тех пор их регулярно продлевают. Оружие для Украины влиятельная газета Washington Post вышла с сенсационной статьей. Белый дом наконец-то одобрил продажу летального оружия Украине. Что и когда получит Киев, выяснял Дмитрий Анопченко. Это снайперская винтовка Барретт на языке военных М107. Именно ее взяли на вооружение армия и полиция трех десятков стран мира. А сами штаты впервые начали использовать в 90-е в ходе войны в Персидском заливе. Военные тогда прозвали ее Лайтфифты, легкий полтинник, за калибр патронов натовского образца и за то, что она действительно довольно легкая. Именно эту винтовку в свое время даже включили в топ-10 важнейших открытий для американской армии. Washington Post из своих источников узнала. Госдеп дал экспортное разрешение на поставки этих винтовок, комплектующих к ним и боеприпасов Украине. Всего на 41 миллион долларов. По сути, это первое решение о выделении летальных вооружений стране, на которое так долго не решались ни Трамп, ни Обама. В самом Госдепе, отвечая на запрос подробностей, подтвердили, добро действительно дали. Но важно понимать, это не американское правительство передает или дарит оружие Украине. Это пока что просто разрешение на закупку винтовок у американского производителя. По сути, на коммерческую сделку. Что же касается прямой передачи летальных вооружений, в Госдепартаменте заявили, оставляют за собой такое право. И хотя формально это решение внешнеполитического ведомства Америки, но сегодня утром в разговоре со мной в Госдепе неофициально сказали, мол, готовили этот контракт давно, но ждали отмашки из Белого дома. Такие решения может принять только Дональд Трамп. Винтовки, которые теперь получит Украина, делают в знаменитом со времен войны Севера и Юга американском городке Мэрф Рисбора в штате Теннесси. Компания-производитель сообщила нам, стоимость каждой от 12 до 15 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Таким образом, контракт на 41 миллион предполагает закупку очень серьезной партии. Сами разработчики основным назначением этой винтовки называют борьбу не с живой силой противника, а с легкобронированной техникой. Это решение, ожидаемо в штыки, восприняли в Москве. Пресс-секретарь Путина заявил, мол, поставки летальных вооружений Украине приведут к кровопролитию на Донбассе. И столь же ожидаемо его на ура восприняли в Конгрессе. В Сенатском комитете по международным делам сказали прессе, мол, Рубикон пройден, и за этим оружием для Украины последует другое. В Сенатском комитете по международным делам уверены, снайперский контракт – это только начало. Та же Канада никогда не стала бы одобрять выделение летальных вооружений Украине, если бы аналогичное решение не утвердили в Вашингтоне. А значит, после Нового года опять стоит ждать громких новостей. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Обстрелы в зоне АТО не смолкают. За минувшие сутки семь провокаций. Противник продолжает бить из запрещенного оружия. Несколько раз из минометов крупного калибра обстреливали украинские позиции в Песках. На Луганском направлении боевики вели огонь из пулеметов и гранатометов. Четыре раза наши бойцы были вынуждены отвечать. Украина и Канада будут вместе продвигать инициативу по введению миротворца в ООН на Донбассе. Об этом президент Петр Порошенко договорился с министром иностранных дел Канады Христии Фриланд. Она сейчас с визитом в Киеве. По ее словам, вопрос миротворческой миссии обсуждался во время ее встречи с госсекретарем США Рексом Тилерсоном 19 декабря. Президент поблагодарил Канаду за то, что она включила Украину в список стран, которым разрешены поставки оружия. Фриланд, в свою очередь, пообещала помогать в вопросе освобождения украинских заложников на Донбассе и в Крыму. Я хотела с вами обговорить наше президентство Великой Симки и как мы можем допомогти Украине в этом году. Как вы уже сказали, пане президенте, я хотела поговорить о миротворцах. Я с приемностью напоминаю наши разговоры о лидерстве Канады в вопросах миротворцев, используя то уникальный багаторичный опыт, который Канада имеет за эти годы. И, безумовно, принятие решения о решении Ради безопасности и Организации Объединенных Наций, о направлении в Украину миротворцев с мандатом ООН, это надзадача, надважливая и уверена в том, что наши спильные усилия могут привести к позитиву. В Украине продолжают обсуждать, как реинтегрировать с Донбассом. Об этом говорили сегодня за круглым столом представители ведомств и общественных организаций. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и приселенцев Георгий Туков, в частности, отметил, что работой профильного министерства в этом году недоволен. Но пообещал, что в 2018-м наверстают упущенное. Идеология, которая живет в нашем министерстве, в том, что мы все один народ, мы все одна великая Украина, и мы должны помогать один одному. Я хотел бы отметить, что мы уже на пив сделали, фактически, очень большой крок вперед, что до обеспечения житловым вимушенных переселенцев. С рекордно высокой явкой, почти 70% по состоянию на 6 часов вечера и надеждой на окончание кризиса. В Каталонии сегодня досрочные выборы в региональный парламент. Избирательные участки закроются через полчаса. Соцопросы буквально до последнего показывали одинаковые шансы на победу для сторонников, как независимости, так и единства Испании. Елена Абрамович следила за процессом голосования. Очереди с самого утра. Каталонцы голосуют за новое правительство. Это уже третьи местные выборы за последние пять лет. Согласно опросам, за день до голосования около 20% избирателей так и не определились с выбором. Но на участки все равно пришли. Правом голоса в регионе обладает 5,5 миллионов человек. Непонятно, каким будет результат, потому что общество довольно разделено. Есть существенный процент сторонников независимости, примерно столько же оппонентов. Это нелегкое решение, но у нас нет выбора. Мне бы очень хотелось, чтобы стороны нашли общую цель и работали на благо общества, а не разрушали его, чтобы смогли договориться между собой. Объединить всех обещает глава правоцентрической партии Инесс Аримадес, сторонница сохранения Каталонии в составе Испании. У нее довольно существенная поддержка. Но на политической арене в свете последних событий появилось немало сил, выступающих за независимость. Вести кампанию суд разрешил и тем политикам, которые оказались за решеткой по делу о сепаратизме. Остраненный от власти президент Каталонии Карлес Пучдемон агитировал из Брюсселя. Сегодня необычный день. Это выборы с кандидатами в тюрьме и с кандидатами в изгнании, с мешательством в институты нашей страны, с отсутствием свободы самовыражения. Кроме тех, кто за и против независимости Каталонии, в списках есть и ряд партий, которые не определились со своей позицией в этом вопросе. Так что каким бы ни был исход голосования, аналитики прогнозируют непростые переговоры по формированию коалиции. Тем временем, Союз сил за независимость пообещал осуществить свой параллельный подсчет голосов и вывести завтра людей на улице. Или праздновать победу, или протестовать против итогов, если они их не устроят. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Шевченковский суд столицы определил судьбу Антона Филипковского, человека, которого обвиняют в вымогательстве денег у радикала Дмитрия Ленько, в пользу главреда издания страны Юэй Игоря Гужева. По словам Филипковского, он получил 10 тысяч долларов от помощника Ленько, деньги якобы передал Гужеве за то, чтобы он удалил с сайта критические материалы в отношении нардепа радикала Ленько. Так как Филипковский полностью признал свою вину и согласился еще до приговора с решением суда, дело рассматривалось в особом режиме, его приговорили во время первого же заседания. Он получил 4 года тюрьмы условно, с испытательным сроком в 2 года. Филипковского Антона Алексеевича визнати винным в учении криминального правопорушения передбачить частину 3-ти 189 Криминального кодексу України та призначити ему покарання за использованием частини 1-ї статті 69 Криминального кодексу України в виде 4-х роков по избавленню воли. На підстави статті 75 Криминального кодексу України звільнити Филипковского Антона Алексеевича від відбування призначенного покарання з упробуванням і з питовым строком тривалостю 2 роки. Сторона обвинувачена, задоволена решением суду, оскільки будь-яких перешкод в вынесенні саме такого решения не вбачали. Это подробности и вот, что у нас во второй части программы. Забери, если сможешь. Черкасской области ветеранам АТО дали землю, которой они не могут распоряжаться. Почему? Наказать пострадавших в деле о захвате строителями воинской части в Одессе все шишки посыпались на военных, в чем обвиняют. Как снег на голову в Киевсовете прямо во время заседания обрушился потолок, чего крыша не вынесла. Ускорить запуск экспортно-кредитного агентства для улучшения условий внешней торговли. С такой инициативой выступил премьер Владимир Гройсман во время специального совещания с участием представителей Минэкономики, нардепов и профильных экспертов. По словам главы правительства, это должно стать эффективным инструментом поддержки украинского экспорта. Поддержка украинского экспорта является очень важной для развития национальной экономики. И такие механизмы есть в почти всех странах мира. И мы сегодня боремся за рынки световые. И поэтому мы должны быть конкурентами, в том числе и с точки зрения ресурсной поддержки украинского экспорта. Земельные войны в Черкасской области, участники АТО, получили положенные им по закону на дело только на бумаге. Оказалось, их участками пользуется местное агропредприятие и отдавать землю без боя не намерено. Причем среди пострадавших не только ветераны в запутанной истории разбирался Станислав Кухарчук. Это видео сняли еще в конце сентября. Охрана агропредприятия силой выгоняет хозяев земли с поля. Все происходит на глазах полицейских. Но те пытаются этого не замечать. Тут злополучный вечер. Антонина Чегрин вспоминает с ужасом. Еще в марте ее сын, участник АТО, официально получил свободный земельный надел на этом поле. Но оказалось, эту землю уже давно прибрала к рукам местная агрофирма. Они хотят через суд забрать у сына эту земельную площадку под приводом того, что ДГКД в Черкасской области помилково выделил эту землю. Предприятие Агроко появилось в Савковке в 2010 году. Тогда без согласования с пайщиками оно стало правоприемником коллективного сельхозпредприятия. В пользовании компании оказались 11 тысяч гектаров паевой земли. Вместе со строениями, техникой и даже скотом. Три участка, которые семья Киян сдавала в аренду, тоже попали в этот список. В декабре 2015 срок договора истек, и преодолевать его люди не захотели. Спустя два года почти 9 гектаров компания продолжает обрабатывать, несмотря на протесты владельцев. Таких пайщиков в Савковке и Чернобае немало. Многие молчат, но некоторые объединились в инициативную группу, чтобы через суд вернуть свою землю. Люди говорят, не раз пытались по-мирному расстаться с предприятием, но тщетно. Вы сказали нам, что все равно землю не отримаете. Если вы даже судами добьетесь через 5 лет, то мы все равно решения суду выполнять не будем. Фактически, собственник Игорь Потапенко. Российский бизнесмен, один из подозреваемых в деле охищения 20 миллиардов рублей в РФ. Сейчас он за границей, а вот директор компании по телефону выслушал наши вопросы. Хотелось бы почути позицию 100 в Агрокон, насколько я понимаю, там суды какие-то идуть. Давайте немного позже я сейчас уточню своего юриста и вам все скажу. 10 человек, подождите 15, а я наберу. Но так и не перезвонил. В Чернобаевской райадминистрации о конфликте знают, но ничего сделать не могут. Нет полномочий. Люди отстают действительно свое законное право на приватную властность. Но это должно становиться, ну вот так, законы выписаны, что суд должен вказать. Уже больше года люди безрезультатно оббивают пороги судов. Подобные дела могут рассматриваться годами. И пока не вынесено судебное решение, компания продолжает бесплатно пользоваться чужой землей. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Два месяца следствия и ничего в деле о захвате военного аэродрома в Одессе воз и ныне там. Подозрения объявлены только военнослужащим. А вот кто напал на режимный объект, полиция никак не может выяснить. Хотя многие из них не скрывали своих лиц. Почему буксуют расследование, разбирался Андрей Анастасов. Военный аэродром школьный воздушного командования Юг на окраине Одессы. Возле воинской части застройщик возводит развлекательный центр. Спор на тему, где проходит граница участков между военными и коммерсантами, возник еще в сентябре. Но кульминацией стало 29 октября. Под прикрытием людей в Балаклавах, их было полсотни, строительная компания демонтировала бетонный забор части, продвинулась вглубь аэродрома и установила свое ограждение. Позже прокуратура констатирует, это был захват территории военного объекта. С тех пор идет разбор полетов. Военная прокуратура объявила о подозрении замкомандиру части и патрульному солдату. Не оказали сопротивления. И сейчас им грозит до 7 лет тюрьмы. А вот действиями гражданских лиц занимается одесская полиция. Только как, неизвестно. Мы отправили запрос полторы недели назад. Ответ не получили до сих пор. Завесу тайны приоткрыла областная прокуратура. Расследование ведется. По статье «Самовольное занятие земельного участка». Наразі конкретно особи не встановлені, конкретно підозри комусь не повідомлено. Перед этим зараз проводятся слідчі заходи. И судово расследование в кримінальном пораженні триває. То есть спустя почти два месяца полиция даже не установила, кто напал на военный аэродром. Хотя на оперативном видео лица участников конфликта четко видны, а один даже представляется бывшим сотрудником милиции. Я простой гражданин, да? Если вы не знаете полковника Ставки, МВД. Активисты, возмущенные тем, что это и другие резонансные дела не двигаются с места, уже много дней пикетируют прокуратуру. Считают, силовики находятся в сговоре с застройщиком. Для полиции установить факт и личность, кто эти люди, привлечь их в ответственность, не заставляет никакого труда. Но тем не менее они показывают полную бездеятельность. То есть крайними остались военные, только в отношении их избрана мера пресечения. Застройщик с журналистами по-прежнему не общается. Вопреки обещаниям чиновников, забор, установленный рабочими на землях аэродрома, как стоял, так и стоит. Сейчас военные пытаются уже в судебном порядке наложить арест на этот участок и запретить любые строительные работы на своей территории. Но заседание суд постоянно переносит, а вот работы не прекращаются. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. В Одессе около сотни жилых домов остались без тепла. Остыли батареи также в нескольких детских садах, школах и больницах. На одной из улиц лопнула магистральная труба, которую проложили еще в 60-х годах прошлого века. Горячая вода затопила проезжую часть. Из-за густых клубов пара водителям приходилось ехать очень медленно. Подать тепло в дома, обещают, до конца дня. Штукатурка на голову. В сессионном зале Киевсовета рухнул потолок. Обломки посыпались на депутатов во время заседания. Никто не пострадал. Секретарь Киевсовета после случившегося объяснил. Крышу в здании не ремонтировали более 30 лет, а работающие кондиционеры подтопили снег. Впрочем, это не помешало голосованию. Сумели даже столичную смету на следующий год принять. Серия громких и масштабных обысков прошла сегодня в Запорожье. Работали харьковские следователи. Что искали и кого задержали, расскажет Сергей Бордюжа. Нету, Андрей Иванович. В кабинете заместителя городского угола Запорожья обыски с самого утра. Это обычная процедура, это рядовое событие. Скажем так, это не та история, которую сейчас раздувают средства массовой информации. Самого заместителя на рабочем месте нет. Оперативку в мэрии проводят без Анатолия Пустоварова. В интернете появилась информация. Сбежал, выпрыгнув из окна дома. На работе, говорят, отпросился по семейным обстоятельствам. Людина, как говорят, отпросилась и сказала, что ему нужно решить свои вопросы. Это было вчера, сегодня не знаю. Обыски прошли и в облсовете в кабинете зампредседателя, главы фракции самопомощи Владислава Марченко. Что именно искали, чиновники тоже не знают. Лишь подтвердили, Марченко задержан и доставлен в Харьков на допрос. Проте, никаким образом это не вплинуло ни на деятельность областной ради, а не на деятельность и работу выполнительного аппарата и руководительства областной ради. Поэтому никакой сенсации в том, что произошло и в том, что сейчас поширивается интернет, нет. В Генпрокуратуре иного мнения. На своей странице в Фейсбуке Юрий Луценко написал, данное дело уже вызвало резонанс. Самопомощь это называют репрессиями. Но, по словам Генпрокурора, речь идет исключительно о финансовых махинациях на десятки миллионов гривен. Его слова подтверждают и в Харьковской прокуратуре. Сегодня в двух местах Запорожьей области, Запорожье и Литополе, было проведено 56 обшуков. За этим криминальным проведением мы получили документы. Это главное, что мы шукали, поскольку говорится о фиктивные тендеры. Зам. Главы облсовета Марченко и вице-мэра Запорожья Пуставарова подозревают в присвоении бюджетных денег во время реконструкции парка и школьных спортивных площадок. По информации прокуратуры, чиновники присвоили 87 миллионов гривен. В СБУ заявляют о 130 миллионах. В области сегодня прошло более полусотни обысков. О результатах этой масштабной операции обещают рассказать позже. Сергей Бордюжин, Светлана Шикера, Игорь Воробей, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Геннадий Дронов останется под стражей. Это водитель, которого вместе с Еленой Зайцевой обвиняют в смертельном ДТП в Харькове. Суд сегодня рассматривал его апелляцию. Дронову вменяют нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти шести человек. Ранее суд арестовал и его, и Зайцеву. На два месяца адвокат Дронова заявил, что его подзащитный чувствует себя плохо, не может есть в СИЗО и склонен к суициду. Но суды не прислушались. В итоге подозреваемый останется под арестом до 10 февраля. Сход примерно на 12-15 килограммов. Это невозможно имитировать. Но почему-то нас почути никто не обожает. Мы планируем подавать скаргу до Европейского суду в праве человека. Прокуратура неодноразово наголошивала на то, что у нас есть все подставы говорить о том, что подозреваемый имитает погрешение состояния здоровья в определенных моментах. И сейчас предназначено судово-медичную экспертизу. Генассамблея ООН осудила решение США признать Иерусалим столицей Израиля. Этот вопрос обсуждали на экстренном заседании в Нью-Йорке за 128. Стран против 9 и 35 воздержались. Резолюцию внесли Турция и Йемен. Ранее ее обсуждали на Совбезе ООН. Но США тогда воспользовались правом ветом. Накануне заседания Генассамблеи Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может прекратить финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию. Санкции против Польши ЕС может наказать страну за реформу системы юстиции. В Брюсселе считают, она оставит под сомнение независимость судов, что грозит Варшаве. И чем она ответит, Татьяна Лугнова подробнее. У Брюсселя лопнуло терпение. Еврокомиссия инициировала беспрецедентную штрафную процедуру против Польши. За нарушение европейских ценностей. Реформа системы юстиции, которую проводит правительство страны, по мнению еврочиновников, ставит под угрозу основные принципы правового государства. И позволяет властям вмешиваться в работу судебной системы. Седьмую статью Лиссабонского договора, которая собственно и позволяет начать штрафную процедуру, Евросоюз еще никогда не использовал против стран-членов. Но руководители Еврокомиссии говорят, другого выхода у них не было. К сожалению, наша тревога только усилилась. За два года в Польше были приняты 13 законов, которые подвергают риску независимой судебной системы и принцип разделения власти. Штрафы, предусмотренные седьмой статьей, политические. Например, у Польши могут отобрать право голоса в европейских структурах. Чтобы дать процедуре ход, нужно согласие Европарламента и четырех пятых стран ЕС, то есть 22 государств. Пока же у Варшавы есть время подумать. Если в ближайшие три месяца власти Польши имплементируют наши рекомендации, Еврокомиссия готова пересмотреть свое предложение. Польша уже ответила. Президент Анджей Дуда демонстративно подписал два последних закона, которые резко критикуют Брюссель. В Варшаве считают обвинения в адрес Польши политически мотивированы. Эти законы были приняты Сеймом и Сенатом без каких-либо поправок, поэтому я решил их подписать. От диалогов, впрочем, Варшава не отказывается. В начале января в Брюсселе на переговоры ждут польского премьера Матеуша Моровецкого. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Очередная громкая отставка в британском правительстве. Второй человек после Терезы Мэй и ее ближайший соратник, первый секретарь аппарата премьера Дэмиан Грин, ушел с поста из-за порнографии и лжи. Подробности этой истории узнаем у Светланы Чернецкая, она в Лондоне. Дэмиан Грин до последнего держался за эту должность. Заместитель премьер-министра страны надеялся, что эта история закончится ничем, и он сможет продолжать работу в правительстве. Но семинедельное внутреннее расследование постановило, министр нарушил этический кодекс. Его настоятельно попросили уйти. Это давняя история. В 2008 году полицейские нашли на рабочем компьютере политика жесткую порнографию. Но должности 61-летний Грин лишился не поэтому, а из-за того, что когда об этой истории вспомнили два месяца назад, он солгал, сказал, что все это выдумка, и полиция никогда не связывала с ним по поводу найденного порно. Это очень-очень грустный момент для всех коллег Дэмиана, которые знают его как очень способного министра, очень преданного, работающего на благо самых нуждающихся людей в обществе. Но очевидно, что он нарушил министерский кодекс, и Терезе Мэй пришлось принять это сложное решение. Теперь уже бывший министр продолжает настаивать, что порнографию на рабочем компьютере не смотрел, но действительно ввел всех в заблуждение, заявляя, что полиция с ним не говорила по этому поводу. Дэмиан Грин правая рука Терезы Мэй. Он заменял ее в парламенте, когда премьер была в отъезде, но всегда старался держаться в ее тени, оставаясь одними из самых давних и надежных друзей. И эта отставка серьезно ударит по главе правительства. Мэй стремительно теряет соратников. В разгар важнейших переговоров в истории страны по выходу из ЕС, это уже третий министр за последние два месяца, ушедший с поста со скандалом. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В каком преступлении подозревают Сталлоне, как погода помогла солдату из КНДР бежать в Южную Корею и какую информацию скрывала от пользователей айфон? Об этом и не только в нашем обзоре. Еще одна женщина обвинила Сильвестра Сталлоне в изнасиловании. Полиция Санта-Моники в Калифорнии подтвердила. Жалоба от жертвы действительно поступила. Правда, дело было со слов пострадавшей в 1990 году. Якобы актер изнасиловал женщину прямо в своем офисе. Полиция начала предварительное расследование. Сталлоне все обвинения в свой адрес отрицает. Его уже обвиняли в изнасиловании в 1986-м. Густой туман помог солдату КНДР бежать в Южную Корею. Он преодолел сухопутную границу в демилитаризованной зоне. В Сеуле подтвердили, между военными двух стран произошла перестрелка. Солдат пересек границу рано утром, когда туман был очень густым. Его преследовали отряды пограничников из КНДР, но безуспешно. Издание САН опубликовало видео. Парень в лондонском метро прыгнул с одного перона на другой прямо перед поездом. На кадрах четко видно, что он специально ждал прибытия поезда. В соцсетях смельчака раскритиковали. В основном писали, что риск неоправданный. В администрации метрополитена заявили, уже начали расследование. Так как действия трюкача были опасны для остальных пассажиров. Apple намеренно тормозит работу старых моделей iPhone. В компании официально подтвердили подозрение многих пользователей смартфонов. Но там это объясняют с желанием продлить работу батареи, которая со временем изнашивается. Устранить неудобства можно, заменив аккумулятор. Теперь цифрового гиганта критикуют за сокрытие этой информации. И обвиняют в том, что работу старых моделей тормозили, чтобы стимулировать пользователей покупать новые. У берегов Папуа-Новой Гвинеи обнаружили субмарину, исчезнувшую более ста лет назад. Об этом сообщили в Министерстве обороны Австралии. Эта подлодка стала первой потерей союзников в Первой мировой. Судьба 35 членов экипажа до сих пор неизвестна. Новые поиски субмарины начались на прошлой неделе. Беспилотники определили, что обломки подлодки находятся на глубине 300 метров. Сотрудники береговой охраны США спасли морскую черепаху, которая застряла среди тюков с кокаином. Она запуталась в веревках, которыми был связан груз, брошенный контрабандистами. Их общая длина составила более 22 метров. Спасатели срезали путы и освободили животное. Затем из воды выловили 800 килограммов кокаина. Стоимость конфиската 53 миллиона долларов. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. А завтра не пропустите итоговую программу подробности недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова